Девушки отдыхают Расскрыть все вкусные секреты русской кухни и рассказать о новых рецептах. А помогает нам в этом уютный и очень гостеприимный ресторан «Сударь». Итак, друзья, я хочу вам представить. У нас сегодня в гостях замечательная актриса театра и кино Юлия Захарова. Театральная карьера прекрасной актрисы Юлии Захаровой началась в 2000 году, когда студентка Российской академии театрального искусства была принята в труппу театра имени Маяковского. В 2006 году на экраны страны вышел сериал «Счастливы вместе». Юлия оказалась первой, на ком продюсеры остановили свой выбор. Ей досталась роль Леночки Степановой, соседки главных героев семьи Букиных. Актриса так отзывается о своей героине. Характер у Лены тяжелее, чем у меня. Хотя в чем-то она мне даже симпатична. И можно сказать, что Леночку Степанову я даже люблю. В гостях у Джеймса Кока актриса Юлия Захарова. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Олег. И мы давайте перейдем на «ты», да? Безусловно, моментально, конечно. Юля, значит, прежде всего я хочу тебе рассказать, что мы находимся в замечательном ресторане, и тебе, и нашим уважаемым телезрителям, замечательный ресторан русской кухни «Сударь», который находится на Кутузовском проспекте, дом 36-я. Приходите, пробуйте, здесь очень вкусно и красиво. Юль, давай немножко поговорим вот о чем. Готовишь ли ты дома? Если умеешь, то что? Вот немножко... Ну, я, говорят, божественно, готовлю apple pie, яблочный пирог, шарлотка он называется по-русски, правильно? Да, потому что я просто кроме яблок туда добавляю еще изюм, орехи, мак и, в принципе, все, что так просто валяется, там шоколад какой-то может быть, тру, получается очень вкусно. Скажи, Юля, а в семье у родителей, может быть, был какой-нибудь человек в твоей семье или кто-то знакомый? Не обязательно. А которым ты могла бы сказать, что вот этот человек готовит просто вот как профессиональный шеф лучших ресторанов? У меня такая, наверное, бабушка. Она очень любит вот осесть дома и готовить пироги. Вот она готовит божественные пироги. Это что-то и с рыбой, и с грибами, и с чем-то, и с рисом. Вот это русский, вот это русский 100%, это вкусный, это вот в простой элементарной какой-то плите, в общем-то, где-то на кухоньке, это пальчики оближешь, да. Бабушка живет в Туле, и я поэтому к ней редко езжу. Достаточно редко получается отведать. Да, она плотно мне отбивает едой, и это прям так она любит все. Вот именно, наверное, с ней связан какой-то вот вкус детства. Есть у тебя? Вкус детства, пожалуй, да, пожалуй, именно с бабушкой. Олег, ты прав совершенно. Мы ездили к бабушке на двоюродной сестре в гости в Камышино. Это такой маленький городок под Гугоградом. Прям такой крохотный, на берегу Волги. Там росли вишни, и бабушка со своей сестрой делали вишневые вареники. С вишней, которые вот я сама срывала своими руками. Мне было тогда лет пять, ну, я маленькая совсем. Мне казалось, что я вот кулинарка. Я нарвала вишни, и с ними ем вареники. Это круто. Ты в прекрасной форме, я вижу. Вот скажи мне, что у меня будет в форме, в прекрасной. Спасибо. Какие-нибудь диеты присутствуют в твоей жизни? Какие-нибудь ограничения в еде? Пастилась, честно, 40 дней. Ну, старалась как бы не есть и страстную неделю. Держала, не ела мясо, как бы не пила алкоголя. С которой у меня тоже, ну, в принципе, не очень такая... Я не очень пью алкоголь, и поэтому вот это проще всего было отказаться. Как тебе морс, кстати? Безалкогольный. Безалкогольный, ты знаешь, этот морс готовят здесь. То есть, этот морс приготовлен именно в этом ресторане. Это не покупной. Да, вкусно, правда. Тут еще делают квасы, насколько я знаю, по-моему, кисели. Кисели, ой, как это... Кисели, наверное, это действительно по-русски, да? Ну, морс тоже вполне, наверное, по-русски. Понятно. То есть, никакой специальной диеты ты... Нет, нет. А какие блюда ты бы предпочла, в принципе? Ну, я не знаю, что нам сегодня принесут. Я знаю... Я тоже не знаю, но меня почему заворожило то, что я приеду сюда в русский ресторан. Я обожаю... Мне нельзя купить конфетами, вот этот вот карамель, конфеты, шоколад. Это все не при меня. Вот, ну, на малосольный огурец, я не знаю, или на соленый, или на какой-то вот грибочки какие-то русские. Вот это я обожаю ее соленья и люблю вот неимоверно с детства. Чеснок, какой-то лук. Вот если ты бы выбирала рыбу или мясо, чтобы ты... Рыбу, она значит... Рыбу, да, в любом случае. А насчет капусты я сегодня прочел. Оказывается, наши исконно русские щи и борщ, это, оказывается, не наша еда, но она привезенная на Русь во времена крещения Руси из Византии. А борщ это было вообще в Древнем Риме, я сегодня прочел, национальное блюдо. Красное, да. Национальное блюдо, которое было завезено потом к нам здесь в России. И капусту здесь у нас в России очень много заготавливали, и излишки из-за этого засаливали. Ну, то есть, понятно, от богатого же тела, вот это вот хочу соленую капусту, хочу моченую, вот что ж... У меня к тебе есть один вопрос. Вот, если бы к тебе в гости завтра приезжал иностранец... Слушайте, вы хотите остановиться? Почему ко мне? Он приехал к тебе. Он приехал к тебе в гости. Это хорошо, он приехал ко мне, я его привел к тебе в гости, потому что меня кормить его нечем. Чем бы, вот какое блюдо, ну, наверное, национальной русской кухни, чтобы удивить его, чем бы ты его накормила? Олег, вот честно, я бы взяла его за руку и повела бы в ресторан сударь. Я сказала бы, ну... Откуда ты знаешь? Ты еще не пробовала пока. Я не пробовала, но я, в принципе, не очень ходила по ресторанам, поэтому... Вот ты вот сейчас подумай немножко, а мы сейчас пока посмотрим, как на этот вопрос ответили просто прохожие на улице. Ну, я думаю, подошла бы какая-нибудь традиционная русская кухня. Борщ, я не знаю, какие-нибудь блины, что еще у нас есть, пельмени. Пельменями. Ну, потому что это русское блюдо, хотя считается, что не совсем русское, но, тем не менее, русское, сибирское. Борщом, конечно, отварной картошкой тамбовской. А еще чем? Пирогами. Все иностранцы предпочитают, это вот традиционно, это блины с икрой, борщ, хотя это, в общем-то, не русское. И обязательно, во-первых, чай с вареньем. Мы услышали мнение прохожих на улице, а что ты нам скажешь на этот вопрос? Я молосоль и огурцы, вот что, вот. Я почему-то вспоминаю, судорожно, думаешь, я молосоль и огурцы, сама, дома, прекрасно, молосоль. Это все очень про, я могу рассказать. Расскажи. Может, какой-то секретный рецепт есть особенный. Это все делается с помощью маленьких огурчиков, соли, сахара и полиэтиленового пакета. Все просто, то есть в пакет мы кладем огурчики. Даже без воды все это происходит? Без воды нет, ну зачем, они же, если как бы свежие, хорошие, они сами выделяют сок. Стакан соли, наверное, на полкило огурцов и две столовые ложки сахара. Так трешь, 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 пакет. И в морозилку на два часа достаешь, моешь, это потрясающие молосольные огурцы. Рецепт от Юлии Захарова. Да, можно щепотку перца добавить, и тогда будет прям... Вот такая я знаменитая домохозяйка. Ну, сколько работы? Минут на пять. То есть потереть, положить... Через сколько готов? Два часа лежат в холодильнике. А, и все? Да. Все, все, реально все, правда, это так. Я попробую обязательно, это, наверное, вкусно. Это вкусно, ну, по крайней мере, никто не ругал. Но это то, что вот можно какому-то иностранцу предложить моментально. Вот, заходи, дорогой нестранец, вон тебе вот наше национальное блюдо, сделанное моими руками. Юль, вот если говорить по поводу именно русской кухни. Мы эту проблему обсуждаем, уже не первый день. Вот, проблема большая, потому что никто толком не знает, что такое по-настоящему русская кухня. Ну да, мне тоже было интересно. Я буквально, прости, перебиваю недавно, как со своим приятелем, артистом Григорием Мсейтвиновым, который считает себя русским, но он мулат. Вот, он здорово очень готовит, именно какие-то запеченные рыбы. Он говорит, я вот как бы по русским рецептам готовлю. Я ему говорю, откуда ты знаешь, вот откуда? Ну вот, он говорит, ну, мне кажется, что вот это вот только русская кухня. Я говорю, ну, и мы долго это обсуждали, я почему и пришла еще, потому что мне интересно узнать, откуда. Ну, почему вот суши приняты, это как бы японская кухня, да, а вот пельмени, это русская. Вопрос. Вопрос, да, мне не то, что я сейчас отвечу. Какое-нибудь представление, вот тебе говорят, русская кухня, вот первое, что тебе приходит на ум? Мне кажется, соленья, щи, супы разнообразные, потом выпечка всякая, ватрушки, вот эти, ну, пироги. Растегай, кулебяки, да? Растегай, слова-то какие-то, ты знаешь, кулебяки, да, вот, ну, что-то, что-то эдакое. То есть столбы, столбы из этого состоял, из выпечки, из соленья, да? Ну, наверное, да. Вот, познакомься, Юля, это Ярослав, официант этого замечательного ресторана. И сейчас он нам рассказал, что он нам принес. Первое переменое наших блюд, я уже вижу, что это очень красиво. Сударно. Ой, благодарю. Традиционное ливье. Ну, конечно, почему вот? В качестве мясного ливьем используется язык, также раковые шейки и украшается красной кровью, перепелемый яйца. Я предлагаю это дело попробовать. Как это называется, оливье, значит, традиционное русское название, оливье, решелье. Да. Ты за границей часто бываешь? Ну, не часто, не редко, но бываю, бываю за границей. В рестораны какой кухне ты ходишь за границей? Я предпочитаю местную кухню, ну, такую, как мы все знаем, хитрый туристский способ, как найти хороший вкусный ресторан. Не ходить туда, где много народа, где туристы, а где сидят местные, там, рыбаки какие-то, вот жители, там. Подальше от труб туристических, да? Да, 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 и вот там действительно бывает очень вкусно. Я в Испании, в Барселоне потрясающие какие-то ресторанчики находила, именно на побережье, вот рыбацкие рестораны там так готовят рыбу. Ну, не знаю, испанская это кухня или нет, но мне кажется, что она вполне себе как бы местная. Вот. Ну, да, испытываю я судьбу на местную, на местную кухню. А какие-то рестораны именно русской кухни ты посещала за границей, в принципе? Ну, не знаю, мне кажется, это всегда как-то несколько смешно, и я думаю, что как-то настоящие рестораны русской кухни могут быть только в России, потому что какой-то некий антураж и люди, подобранные с русскими кудрями, ну, как-то... Ну, вот видишь, вот у нас в России, как считаешь, широко представлена именно русская кухня? Традиционная русская кухня? Ну, наверное, ну, пожалуй, пожалуй, нет. Ну, сети ресторанов как таковых точно нету каких-то особо выделяющихся, ну, там какие-то есть известные рестораторы, которые как бы славятся. Но это тоже не традиционная, вот как бы традиционная французская кухня. Я понимаю, как это выглядит, как это на вид, как это, ну, подаётся. А вот с русской, не знаю, может быть, сегодня какое-то откровение с ней зайдёт. Вот оно как бывает.